У нас две лекции, мы поговорим про хэш-таблицы и всякие такие шприковы с ними. Вот. Ну, мы продолжаем жить в парадигме, что нам нужно придумать какую-то структуру данных, которая умеет изучать на те же самые три запроса, insert, race и find. Но теперь в каком-то смысле мы отказываемся от требования на упорядоченность. Потому что когда мы хранили дерево поиска, у нас в каком-то смысле, ну, легко было восстановить порядок тех элементов, которые в структуре лежат. Типа, если мы храним дерево поиска, то мы знаем, где лежит минимум, да, это самая левая вершинка, если идти влево-влево, будет минимум. Потом там второе от него, это вторая порядковая статистика и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, в дереве поиска всегда хранится порядок элементов. Можно его оттуда легко извлечь, линейным проходом, да, то есть за размер структуры можно вывести по факту отсортированную версию текущего множества. Вот. В хэш-таблицах у нас такое свойство пропадает, но зато появляется огромное преимущество, что все запросы работают, ну, грубо говоря, за единицу. Значит, мы хотим делать все те же инсерты, рейзы и файнды. Вот. Но теперь все это будет, значит, амортизировано единицей на запрос. И это будет в среднем. В среднем, то есть математическое ожидание времени ответа на запрос будет единичкой. В том же смысле, как когда у нас это было про там квиксорт, мы когда обсуждали. Это же квиксорт называется. Да, но там, где вот n-log-n в среднем, что мы там что-то случайный пивот взяли, разделили и там пошли в обе части рекурсивно, вот здесь то же самое, мат-ожидание будет единичное. Вот. То есть в среднем все будет, все работает хорошо, но иногда в каких-то очень выраженных случаях там что-нибудь вырождается и может работать долго, и тогда в идеале надо что-то перестраивать. Ну вот. Значит, представьте, что у нас явным образом, описано множество, из которого черпаются ключи. То есть у это какой-то универсум. И все ключи, все элементы, которые надо в это множество добавлять, ну вот, которые мы храним, да, то есть мы же множество, s храним. Вот. Все ключи, которые в s играют, они все черпаются из u. Вот. Но мы там знаем какую-то структуру этого u, грубо говоря. Значит, хочется сделать следующее. Хочется в каком-то смысле все элементы этого u, ну, типа, пронумеровать, желательно, маленькими целыми числами и просто завести массив такого размера, какой размер вот этого вот перенумерованного множества. Ну, представьте, вот пусть у меня есть большой универсум u, но нам откуда-то заранее известно, скажем, что интересующие меня числа, те, которые будут поступать в запросах, вот эти вот x и y, они будут только из какого-то маленького подножества. Ну, понятно, если у вас там чисел много, а запросов мало, то так или иначе интересующие вас числа это какое-то маленькое подножество. Вот. Но если бы они все вам были известны заранее, если бы запросы были известны заранее, то, ну, наверное, понятно, как поступить. Можно просто все прочитать, запомнить все элементы, которые были, как их отсортировать и пронумеровать. То есть тогда у меня у каждого элемента будет номер, номер будет там от 1 до n, где n количество запросов. Ну, и тогда можно просто массив длины n ввести и про каждый элемент по его номеру понимать, есть он там или нет. Понятно? Вот. Ну, это как бы тут много проблем. Во-первых, как минимум то, что мне нужно, чтобы все запросы были известны заранее. Вот. Но идея такая, что каждому элементу мы в каком-то смысле сопоставляем его номер. номер x, она у нас будет играть. Вот. А именно мы будем вот этот номер вычислять с помощью какой-то функции h. Hash-функции. Вот. Сегодня будет немножко вероятности. Представьте себе, что функция h бралась бы полностью случайно. То есть, ну, представьте, вот у меня h это какая-нибудь функция из u, скажем, в целые числа от 0 до m минус 1. Пусть она случайна. Вот прям полностью случайная функция. Что значит случайная функция? Это значит, что на каждом элементе u у меня значение h в этой точке случайно и равномерно распределено по этому множеству. То есть, вероятность попасть в каждое конкретное число одна и та же 1 делить на m. Значит, если h случайно, давайте я напишу полностью случайно, прям честно, абсолютно честно, случайно, полностью случайно, то вероятность по, собственно, случайной h, того, что h от x равно какому-нибудь i, она была бы в точности 1 mt. Значит, давайте напишем, что для любого x из u, для любого i, ну, вот, целого числа из этого диапазона. 0 до m минус 1. Вот. Ну, обычная такая дискретная вероятность, да, у меня есть там пространство всех функций, я вот из них выбираю одну случайно равную вероятность. Среди всех возможных функций выбираю одну наугад. Тогда понятно, что вероятность этой случайной функции в конкретной точке быть конкретному числу равной, это в точности 1 mt, потому что, ну, в этой точке оно какое-то значение принимает. Из-за всех возможных m, она принимает ровно 1 и равновероятно. Все вероятности по всем i должны быть равны, но раз у меня всего m образов, значит, вероятность 1 mt. Понятно, никого не шокирует. Хорошо. Вот. Ну, вот представьте, у нас такой идеальный мир. Вот, допустим, мы вот эту вот процедуру извлечения номера по x реализуем с помощью хэш-функции h, полностью случайной функции h. Тогда, ну, было бы довольно неплохо, потому что мы опять-таки реализовали вот эту вот процедуру перенумерования всех элементов универсума, так, чтобы они все поместились в какое-то небольшое множество размера m. Вот. Ну, и тогда мы могли бы делать просто следующее. Когда мне приходит какой-то элемент x, я сначала вычисляю его хэш-функцию, то есть его номер в этом массиве. И дальше, ну, например, кладу его вот в ту ячейку, которая посчиталась. У нас же всегда хэш-функция для конкретного элемента, как в конкретной одно и то же значение. Да, 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 да. То есть, ну, вот я считаю, что у меня там один раз когда-то h вначале фиксировалось, я ее случайно сгенерировал, но теперь функция, она в каждой конкретной точке, сколько раз я ее не считаю в одной точке, она считает одно и то же. То есть, как бы, ну, это детерминированная функция, которая вот вначале как-то случайно сгенерировалась. Вот. Ну, тогда, ну, вот представьте, да, пусть у меня там пришел какой-то x, я завел массив длины m. Пришел x, я посчитал его значение h от x, посмотрел на ячейку с этим номером и сюда его положил. Ну, хорошо, понятно. Вот он здесь лежит, все. Дальше пришел какой-то y, мне нужно опять его положить в мою структуру. Я беру, считаю, скажем, h от y, это какой-то новый элемент, я кладу y вот сюда, в эту ячейку массива, по номеру, собственно, хэш-значения. И так далее. Вот. Ну, какая бывает проблема? Ну, проблема бывает в том, что иногда происходит коллизии, то есть, когда хэш-значения одинаковые. Потому что, когда я беру случайную функцию и считаю ее значение, скажем, в разных каких-то точках a и b, вот, то у меня вполне возможно, h от a равно h от b. Ну, а вот эта ситуация называется коллизией. Ну, в случае, когда a и b различны, значит, называется коллизия. И тогда, если, скажем, мне приходит запрос insert a, insert b, то, ну, что делать, как бы, сходу непонятно, потому что они должны лежать в какой-то одной и той же ячейке, вот этой вот, скажем, такой, что h от a равно h от b. Вот в ячейке с таким номером они должны оба как бы лежать. Вот. Ну, есть ли у вас предложение, что можно в таком случае сделать? Вот если они обе должны лежать здесь. Да, ровно так мы и сделаем. Значит, мы просто возьмем, и вместо того, чтобы хранить одно число в этом элементе, будем здесь хранить просто список тех чисел, которые вот ровно этим хэшом обладают. То есть вместо того, чтобы у меня было здесь одно число, я просто здесь заведу, ну, односвязный, кажется, достаточно односвязного списка, положу сюда a, положу сюда b, ну и так далее. Каждое новое число, которое будет поступать, я буду просто подвешивать в этот список. Вот. Ну, примерно так работает хэш-таблица. Да. Если h от x полностью случайно верно, лишь что у меня всегда для конкретного значения будет одно и то же возвращаться. Это ведь важно. Да. Да будет. И да верно. Ну, то есть представляете себе это все следующим образом. Мы сначала, до выполнения всех запросов, сгенерировали h. Вот в каком-то смысле мы обратились к оракулу, сказали, дай мне случайную функцию. Вот он дал. Вот какая-то функция, написан код какой-то функции h. Дальше, если вы в нее одно и то же подставляете, дальше функция уже детерминированная. Если вы в нее одно и то же много раз подаете, она возвращает одно и то же. А в этом смысле, если вы многократно, у вас там x приходит, insert, а потом find к x, то вы будете обращаться к одной и то же ячейке массива, потому что h уже детерминированная. Если вы ее заранее сгенерировали, то теперь уже h от x одно и то же будет. И тогда проблем не будет. Вот. Ну и смотрите, давайте, например, посмотрим вероятность коллизии. Вот пусть мы фиксируем какие-то a и b. Давайте зафиксируем какие-то два элемента a и b из u. Давайте, например, посчитаем вероятность коллизии на этой паре элементов. Одна mt. Да, будет ровно одна mt. Абсолютно верно. Потому что, ну, смотрите, у нас функция h случайна, и в каждой точке она принимает свое значение независимо от остальных. То есть значение h от a и h от b это реализации, ну, независимые реализации одной и той же случайной величины с равномерным распределением вот в этом множестве. То есть все значения принимаются равновероятно. Ну, можно это так написать, если хочется. Можно, давайте просто переберем значение h от a. Ну да, можно так записать. Значит, значение по i, вероятность того, что h от a от h от a равно i равно h от b. То есть я вот это вот событие равенства вероятностей разбиваю на, ну, дизюнктное объединение. То есть у меня понятно, если h от a равно h от b, то оно равно какому-то конкретному i. Вот давайте я по всем возможным и это просуммирую. Вот. Ну, а такое событие, если у меня h от a и h от b независимые величины, да, я говорю, что в каждой конкретной точке у меня значение h определяется независимо от остальных. Тогда с какой вероятностью у меня и здесь выпало i, и здесь выпало i? Ну, значит, вот это выпадает значением i с вероятностью 1 mt, и это тоже с вероятностью 1 mt. Поэтому эта сумма расписывается следующим образом. это просто 1 m квадратная. Да, потому что, чтобы это выполнилось, мне нужно, чтобы и это было i, что происходит с вероятностью 1 mt, и это было i, что происходит с вероятностью 1 mt, потому что все независимо и равновероятно. Вот. Ну, а это как раз 1 mt в точности. Ну, я формально расписал. То, что вы говорите, на самом деле, я ровно это записал, просто формулками, скажем так. Вообще правда, конечно, да. Вот. Значит, если бы мы брали случайную h, то, что, в принципе, у меня коллизии довольно невероятны. Если m достаточно большое, ну, там, не знаю, 10 в 5, грубо говоря, то это как бы, ну, не очень большая вероятность. Даже если она выпала на каких-то конкретных элементах, то, наверное, длина вот этого списка будет не очень большая. Наверное, не очень много элементов будут попадать в один и тот же список много раз. Вот. Ну, хорошо. Вопрос. Можем ли мы вот прям вот это закодить и этим пользоваться в реальной программе? Несмотря на сколько устойчиво вы хотите программу. Вот прям ровно это, вот то, что я описал, ровно это я и хочу записать. Просто можно ли это физически закодить? Абсолютно раздомную функцию нельзя закодить. Да. Значит, чтобы сгенерировать случайную h, да, то есть я здесь живу в предположении, что у меня, я как-то умудрился сгенерировать вот такую функцию, которая на каждом, на каждой точке принимает независимый индекс, независимое значение. Ну, это можно, конечно, ее можно просемплировать, да, ее можно сгенерировать на каждом элементе универсума, как там одно из вот этих чисел, и все сохранить. То есть более-менее единственное, что здесь можно сделать, это изначально, то есть как вот эту h сгенерировать. Мы проходимся по всем элементам универсума, на каждом элементе подбрасываем нужную монетку и, ну, генерируем случайное число из этого диапазона. Тем самым мы для каждого х запоминаем значение h от х. но это не очень хорошо, потому что у меня память уже будет вот такая. Если у меня такая память, то зачем мне вообще это сжимать? Я мог бы просто хранить массив вот такого вот размера и просто для каждого элемента универсума помечать, был он или нет. Поэтому как бы вот столько памяти нам, ну, точно не позволительно хранить. И более-менее никак по-другому случайную функцию не реализовать. Настоящую случайную функцию, да, чтобы... И именно вам нужно, чтобы, если ей много раз одно и то же скарабливать, чтобы она защищала одинаковое значение, вот, более-менее никак по-другому это не сделать. Ну, поэтому вот этого идеального мира мы переходим к более-менее реалистичному миру, которым, на самом деле, всегда будем пользоваться. Значит, ну, давайте скажем определение. Пусть, давайте им, что h красивая, это какое-то семейство хэш-функций, занумерованных, ну, пусть будет элементами s, из u в... Так, ну, если я вот это вот обозначу за zmt, никто не испугается же. Вот. Значит, ну, у меня есть какое-то семейство функций, каждая функция, каждая ашестая бьет из u в целые числа от 0 до минус 1, и все они индексированы какими-то s. Ну, вот пока не буду говорить, что это s, это просто какая-то характеризация, характеристика функций. Вот. Значит, пусть эта штука семейства функций, семейства функций, значит, тогда h называется универсальным семейством хэш-функций, если... Ну, давайте я напишу обычное определение, значит, вероятность по... для любых различных элементов, да, опять, для любых различных x и y из u, вероятность по выбору случайного s, вероятности коллизии в этих двух точках не больше одной m-той. Вот. Ну, поскольку у меня теперь уже как бы h, это не полностью случайная функция, а функция, характеризующаяся каким-то индексом s, то у меня теперь будет вероятность по s. Ну, я иногда буду так писать, иногда буду опять писать просто ph-то. Да, то есть здесь вероятность по s, которыми проиндексированы все вот эти вот функции, хэш-функции. Ну, я требую, собственно, то же самое, что мне нужно было вот в этом равномерном... вот в этом идеальном случае, что на любых двух элементах вероятность коллизии маленькая. Вот ровные это условия, но даже усиленные, что здесь меньше либо равно. Вот. Хорошо. Ну, это называется универсальное семейство. Нам, на самом деле, везде для приложений будет достаточно слабо универсальности. Это когда здесь стоит не единица, а какая-то константа. Вот. Ну, понятно, от того, что у меня как бы здесь там на константу испортится, у меня, грубо говоря, все списки вырастут в константу раз, и ничего не сломается с точки зрения симптотики. Поэтому давайте я здесь сразу допишу слабо универсальное, и здесь допишу какая-то c. Ну, если существует там какая-то константа c, такая, что вот это вот верно. Ну, там, не знаю, 10, 15, что-то такое. Не очень большая константа. Вот. Ну, хорошо. Значит, тогда давайте считать, что мы будем жить в этом мире. То есть, по факту, самое главное, что я хотел от вот этого идеального мира, это вот это свойство, что коллизии маловероятны. Ну, давайте это потребуем. Это условие более слабое, чем условие на настоящие равномерные функции, случайные из всего множества функций. Да? Вот. Мне достаточно вот какого-то семейства. Хорошо. Значит, тогда давайте построим, собственно, хэш-таблицу с цепочками. Хэш-таблица с цепочками. Значит, она реализуется следующим образом. Ну, во-первых, мы так. Да, ну там изначально мы говорим, что м какой-нибудь, не знаю, 8 или 16, ну, какое-нибудь маленькое число. И генерируем случайное аше-таблице. Генерируем случайное. Давайте я просто буду писать h, понимая, что вот они из того семейства, из универсального семейства. Вот. Значит, будем хранить переменную n. n, пусть n, это всегда количество элементов в таблице. Количество элементов в таблице. Ну, изначально 0. Вот. Ну и, кажется, последнее обозначение альфа это отношение n делить на m. Это так называемый load-фактор. Ну, соответственно, фактор загруженности, да, показатель загруженности, степень загруженности. Степень загруженности. Вот. То есть, сколько у меня элементов в множестве, деленные на размер хэш-таблицы, на то, сколько ячеек у меня в массиве. Вот. Ну и мы хотим, чтобы эта штука была всегда не очень большая. Ну, потому что, понятно, если элементов сильно больше, чем размер хэш-таблицы, то там будут длинные коллизии. Там просто по принципу Дерихле обязательно будут, скажем, два числа, лежащие в одном списке. Ну и там, чем больше это отношение, тем больше чисел будет в каждом списке. Вот я хочу, чтобы альфа была всегда небольшая. Вот. Ну, тогда, значит, давайте реализуем всякие наши штуки. Значит, во-первых, как делать find? Find x. А, ну, так, пардон, я это не проговорил, но давайте запишем, да, что у меня хранится массив, односвязных списков в количестве m штук. Значит, храним, давайте назову l, массив односвязных списков. Ау? А что значит это? Ну, изначально мне же нужно какую-то, какого-то размера создать хэш-таблицу. Ну, вот давайте сделаю такое. Это как в векторе, типа, когда вы заводите пустой вектор, там же какая-то память выделяется. Ну, там вот сколько-то, пусть будет 16. Нет, не важно. Значит, массив односвязных списков. Вот. И теперь, как обрабатываться операцией. Ну, во-первых, find. Понятно. Надо посчитать хэш-значение, h от x, и проверить, есть ли x вот в том самом списке, в котором он должен быть. Значит, пусть i, это h от x, проверяем, есть ли x в l item. Вроде просто, да? Если у него должен быть такой хэш, то он должен быть в этом списке, в item списке. Просто проходимся за линию по этому списку, проверяем, он есть там или нет. Если есть, то он, значит, есть в структуре. Если нет, то его больше нигде нет. Можно сказать, что его нет. Insert. Значит, то же самое. Считаем хэш-значение. Ну, и мне нужно этот элемент добавить в it-ый список, в elit. Вот. Ну, тут опять подробности, что делать в случае, когда x и так уже есть в структуре. Ну, давайте я буду считать, что таких запросов нет, что запросы хорошие, и как бы если x было, то его добавлять не просят. Ну, так или иначе, мы можем сначала запустить find и проверить, если он там был, то добавлять не надо. Значит, поэтому я считаю, что x не было в нашем множестве s. Вот. Ну, тогда нужно просто x добавить в список elit. Но я сделаю следующее. Я добавлю его не в конец, а в начало. Значит, добавить, добавим x в начало, в начало elit. Почему в начало? С точки зрения теории это не особенно важно, потому что у меня все равно все списки на самом деле будут в среднем маленького размера. Ну, там, константного размера на самом деле. И поэтому, куда я добавляю этот x в список константного размера, более-менее не важно. Можно хоть в конец, хоть в середину, куда угодно. Но с точки зрения, во-первых, константы, потому что, ну, если вы добавляете в начало, вам не нужно весь список проходить. Это выгоднее. Во-вторых, ну, если мы, скажем, вернемся к чему-то похожему на сплей дерева, то у меня получится, что недавно пришедшие элементы как бы ближе всего находятся к началу списка. И если я недавно добавил x и потом спросил, есть ли он в множестве или нет, то он будет близко к началу списка, и я сэкономлю проход по всему списку, просто посмотрю на первый элемент. Вот. Это выгодно, но с точки зрения такой неосимтетической оптимизации. Так. Значит, третий, ну, и рейс. Ну, тоже понятно, надо просто в нужном списке его оттуда удалить. На опять пусть i это h от x, просто берем и удаляем x из элитова. Ну, понятно. Вот. Значит, ну, к сожалению, на этом закончить нельзя, потому что мне нужно поддерживать не очень большое значение load-фактора. Потому что, как мы уже сказали, если альфа становится сильно большим, если у меня в таблице лежит слишком много элементов, чем, собственно, ее размерность, тогда у него будет много коллизий и будут там списки очень длинными и будет все долго работать. Ну, поэтому ведем следующую операцию, rehash. Rehash. Значит, мы ее вызываем каждый раз, когда альфа превышает какой-нибудь небольшой порог. Ну, например, скажем, альфа стала больше, чем 0.95. Ну, что-то такое. Тут, опять же, конкретная константа не важна, но на практике вот что-то такое выбирать. 0.95, 0.75, где-то вот в таких пределах она выбирается. Вот. И когда у меня альфа перешла за этот порог, я просто делаю полный rehash, я полностью перестраиваю мою хэш-таблицу, предварительно увеличив m в два раза. Значит, я m увеличив в два раза и полностью перестраиваем всю хэш-таблицу. в частности выбираем новое h. снова h. Вот. Тогда, значит, если я m увеличил вдвое, тогда у меня альфа автоматически уменьшилась вдвое, и я могу еще много операций делать. Скажем, если у меня там пришло восемь элементов, то у меня стала альфа одна вторая, я в два раза увеличил m, альфа стала 0.25. Я теперь могу еще восемь элементов добавить без перестраиваний. Вот. Кажется, все. Значит, ну понятно, да, поскольку у меня каждый раз m увеличивается вдвое, то количество вот этих rehash и перестраиваний будет маленьким. Потому что, еще раз, каждый раз таблица расширяется в два раза, даже несмотря на то, что у меня, то есть формально, вот этот шаг работает за OATN. Потому что мне нужно все старые ключи из старой таблицы переложить в новую. Это работает, ну, как минимум за OATN. Мне нужно все ключи перебрать, переложить в новую таблицу. Но поскольку это происходит экспоненциально редко, да, то есть, грубо говоря, сначала это было там на восьмой операции, потом на шестнадцатый, на тридцать второй, шестьдесят четвертый и так далее, да, то, ну, там, как обычно, так же, как это в векторе было, когда мы перекладываем, когда мы увеличиваем размер вектора вдвое и все перекладываем за линию. У меня это все суммируется и будет амортизированная единица. Значит, вот теорема. Да, ну, давайте без доказательства, потому что там нужен какой-то теорвер. Значит, если H реально черпается из универсального семейства, если H из универсального семейства хэш-функции, то каждая операция, каждый запрос обрабатывается за учетную единицу в среднем. Ну, зависит от подробностей. Если вам не гарантируется, что X в таблице нет, тогда надо. Ну, то есть вам надо весь список пройти и убедиться, что его там нет. Если гарантируется, или если, скажем, вам нужны дубликаты, то есть там вы храните мульти множество, и если там X два раза из инсертовства, то вы его два раза инсертите. Тогда не надо. Зависит от реализации. Но на это все это не влияет. Вот. Значит, здесь именно амортизирована единичка в среднем. В среднем, потому что у меня есть элемент вероятности, я вот здесь на каждом шаге сначала выбираю случайную H. Поэтому у меня все в среднем. У меня все, ну, как бы, в среднем, значит, матожидание взято. То есть матожидание времени ответа на запрос это единичка. И не только в среднем, то есть не только это матожидание, но еще и амортизирована единичка, потому что вот есть такие долгие запросы, рехэши. То есть, скажем, если мне пришло 8 инсертов, или там много инсертов, то мне нужно после этого сделать рехэш. Рехэш тяжелая операция, но редкая. Ну и можно доказать, что амортизированно это будет единичка. То есть, несмотря на то, что, как обычно, конкретные операции работают долго, но учетно, да, как бы вот если я все просуммирую, то можно считать, что как будто каждый работает за единичку. Так, ну, здесь я это не прописал, да, давайте я напишу чуть подробнее. Давайте я напишу здесь 1 плюс альфа. Вот так будет. 1 плюс альфа. 1 плюс альфа. Это как бы в частности означает, что вам нужно следить за тем, что альфа не переполняется, что альфа всегда маленькая. Ну, я вот, я именно ее сюда добавил, чтобы типа, грубо говоря, если бы мы мы вот здесь вот поставили альфа какую-нибудь другую, 2, 3, 5, тогда здесь настолько бы увеличилась асимптотика, скажем так. То есть, можно реализовать все то же самое с другим, с другим порогом на лод-фактор, тогда у вас соответствующим образом изменится асимптотика. вот. Так, ну, кажется, все. Кажется, все. Вопросы, может, еще? Хорошо. Значит, теперь давайте перейдем к другой задаче, но для этого мне нужно будет следующий. Да, еще раз. Такая что? А, ну, ну, просто эмпирически что-то померили, вот типа, с ним хорошо. А, да, я забыл еще одну вещь сделать. Собственно, давайте построим универсальное семейство. Утверждение. Ау? Как вы рекомендуете? Ну, у нас есть рекомендуция, которая возвращает значение к хэшу. Ну, вы же не можете это сделать? Ну, смотрите, еще раз. У меня есть м списков односвязанных. В них записана вся информация о том, какие ключи есть в таблице. Я просто их в тупую прохожу, пересчитываю значение хэш-функции, кладу в новую большую таблицу. Просто за линию не думая. Итак, значит, утверждение. Пусть P простое и универсум каким-то волшебным образом вложен в ZP. То есть все ключи, все элементы, которые надо хранить, это какие-то целые числа от 0 до P-1. Тогда, значит, если я рассмотрю следующее семейство хэш-функций, параметризованных двумя числами A и B, определенные следующим образом. Значит, я сначала вычисляю A и X плюс B по модулю P, беру остаток отделения, потом от этого всего беру остаток отделения по модулю M. Вот. И здесь все A и B это произвольные случайные числа из ZP. Так вот, такое семейство универсальное. Мне же нужно, я вот здесь написал, пусть H из универсального семейства, мне надо построить. Вот я утверждаю, что такая штука является универсальным семейством хэш-функций. Так, ну, ладно, пока вернем. Какое я хочу, такое и будет. То есть у меня M по дороге 16, 32, 64, я же ее умножаю иногда, да? Вот. Ну и здесь тоже, какое M надо, такое и будет. То есть для каждого M, имеется в виду для каждого M, ну давайте подчеркнем, да, что-то для любого M меньше WP. Вот, это верно. А в результате, откуда мы берем хэш-функцию, если мы ее генерируем случайным образом, как вначале говорили, то она не факт, что... Ну, вот не совсем случайно. Смотрите, вот тут написано, что мне ее достаточно брать не из всех функций вообще в природе, а только из вот этого маленького универсального семейства. Теперь я его конкретно демонстрирую. Вот это семейство универсальное. Если я это докажу, тогда, чтобы сгенерировать случайную хэш-функцию, ну, как бы достаточно случайно для наших целей, мне будет необходимо всего лишь сгенерировать два случайных числа A и B. И дальше, если у меня A и B фиксированы, то чтобы посчитать значение этой функции, вот этой конкретной функции в любой точке, я просто вот арифметически эти операции делаю. Ну, то есть мне уже не нужна как бы произвольная случайная функция, мне достаточно вот такой, которую я умею быстро, эффективно генерировать. Просто A и B сгенерил, и все, получил. В Мик-Хэше же не обязательно A и B менять достаточно, ну, что M меняется? Ну, M меняется. Не обязательно. Это правда, да. Это правда. Ну, типа, почему бы не сгенерить новое? Вот. Доказательства. Ну, давайте посчитаем. Мне нужно всего лишь понять, с какой вероятностью эти две штуки совпадают. Ну, то есть я фиксирую какие-то два элемента. Пусть X, Y. Ну, давайте я буду считать, что у меня универсум это просто Z, P. Не особо это важно. Значит, пусть X, Y произвольные элементы Z, P, которые не равны. Вот. Тогда мне нужно понять, с какой вероятностью по выбору случайных A и B, мне нужно понять, с какой вероятностью при случайных A и B, H от X равно H от Y. Мне нужно такую вероятность оценить. Чтобы она была не больше, чем C делить на M для какой-то константы C. Ну, давайте думать. Значит, при каком условии вот это вот выражение при подстановке сюда X, Y будет одинаковым? Значит, я тут по факту делаю следующее. Я сначала вычисляю AX плюс B, а потом беру по одному модулю, а потом по другому. Вот вопрос. Могли ли они образовать коллизию при взятии по первому модулю? Ну, то есть понятно, что если AX плюс B процент P равно AY плюс B процент P, то есть вот без вот этого взятия по модулю, если бы они совпали в точках X и Y, тогда они бы и совпали по модулю M. Ну, потому что два одинаковых числа, по одинаковому модулю одно и то же. Еще давайте задаемся вопросом. Может ли быть такое, что AX плюс B процент P равно AY плюс B процент P? Бывает ли такое? Ну, не бывает. Потому что если бы это было, то это означало бы, что у меня просто вот такие вот величины сравнимы по модулю P. B можно сократить. Здесь написано, что A на X минус Y сравнимо с нулем по модулю P. Значит, не то, что не бывает. Иногда бывает. Ну, например, если нам не повезло, и мы сгенерили A равное нулю, то он точно совпадет. Вот. Можно, а можно и не палиться. Значит, ну, давайте я сделаю так. То есть можно было бы потребовать, что то A, которое мы генерируем, оно обязательно не нулевое. Ну, понятно, это не очень хорошая функция. Если вы взяли A равную нулю, тогда здесь просто написано ноль, и все функции у вас равны B. Это не очень хорошая функция. Можно как бы такую заигнорировать. Но давайте даже не делать этого. С точки зрения как бы реализации проще просто сгенерить случайное число от нуля до минус одного. Оно и так почти, наверное, не будет нулем, и можно ничего лишнего не ифать, скажем так. Вот. Значит, ну, это понятно бывает, только бывает, только если A равно нулю. Потому что X минус Y не равно Y, значит, их разность не делится на P. Ну, а чтобы президент делился на P, мне нужно, чтобы хотя бы один из множителей делился на P, потому что P простое. Вот. Ну, с какой вероятностью это происходит? Одна P — это ясное дело. Но вероятность по выбору, по случайному выбору A и B того, что A равно нулю, это одна Pt. Потому что я A генерирую случайно от нуля до P-1, B случайно от нуля до P-1. Ну, вероятность того, что выпали конкретным нулем, это как раз одна Pt. Вот. Хорошо. Кроме вот этой маленькой поправочки, а мы понимаем, что если P больше, чем M, то эта штука не больше, чем одна Mt. Да, потому что M меньше P. Все правильно. Вот. Значит, кроме этого случая, у меня коллизии на первом шаге вот на этом этапе до взятия процента по модулю M, на этом этапе они не совпадают. А кроме этого случая, кроме этого случая, у меня вот эти штуки не равны. Хорошо. Значит, более того, я утверждаю, что после вот такого преобразования x, y в ax плюс b и ay плюс b вероятность получить каждую конкретную пару, скажем, у, v, если я это обозначу за u, это обозначу за v, которые различны, то я утверждаю, что вероятность получить конкретную пару у, v это что-то типа 1 на P2. Ну вот давайте, пусть у и v какие-то конкретные фиксированные числа, пусть у не равно v, давайте посчитаем вероятность того, что, ну вот это вот произошло, да, что ax плюс b это u, а y плюс b это v. Значит, это можно записать, вот это вот условие, можно записать как систему уравнений, и можно записать как систему уравнений в матричном виде. я могу записать следующее, вот то, что написано здесь, это следующее условие. Вот, матрицы же умеете перемножать? Ну хорошо. Значит, ну вроде верно, да, x1 как раз ax плюс b должно быть равно u, а y плюс b должно быть равно v. Ну, естественно, все вычисления по модулю p в zp. Вот. И поскольку, смотрите, поскольку, значит, мы живем в zp, поскольку у меня x не равно y, то у меня определитель этой матрицы будет x минус y, значит, не нулевой, да, значит, существует, если определить не нулевой, существует ровно один столбец ab, b, для которого это верно. Согласны? Ну вот, значит, вероятность ровно одна p квадратная. Да? Хорошо. Значит, иными словами мы получили следующее, что когда мы первый раз вот навешиваем первое преобразование линейное, вот это вот, мы различные x и y равновероятно перевели в различную пару uv по модулю p. То есть, когда у меня было x и y, я навесил на них случайную функцию вот эту и вот эту вот, я равновероятно получаю любую пару у не равную v. У нас среди всех возможных пар у не равную v у меня все равновероятны, с вероятностью одна p квадратная. Вот. Ну, значит, я могу просто переписать мое условие. Я могу написать, что вероятность коллизии не больше чем. Ну, смотрите, одна pт у меня остается от случая а равна нулю. А дальше я могу переписать, что это просто вероятность по всем различным парам uv, u не равная v, того, что u%m равно v%m. Потому что, еще раз, когда я навешиваю первое преобразование, у меня каждая конкретная пара x, y равновероятно отображается в любую пару uv. Ну, то есть, по факту, у меня есть опять случайная равномерная распределена на всех вот таких парах. Каждая такая пара реализуется с одинаковой вероятностью. Поэтому вместо того, чтобы брать вероятность по a и b, я могу это предписать вероятность у и v. Потому что каждая пара uv однозначно соответствует паре a, b. А мы не должны еще намножить эту p на второй строчке на p-1 на p? Это, скорее всего, правда. Ну, то есть, скорее всего, сейчас, давайте подумаем. Мне кажется, вот здесь должно быть типа, опять же, не p квадрата, а p на p-1. Какая разница еще равна порядка p квадрата? Ну, порядка, вот именно, да, что порядка все равно будет p квадрата. То есть, вот здесь, скорее всего, написано p на p-1 должно быть. Потому что, как раз я исключаю случай a равно 0. Да, да, здесь будет как раз p на p-1. Вот. Но если прям дотошничать, то как раз p на p-1, и здесь, и здесь вот как раз то, что вы сказали, оно не нужно. Но давайте я загрублю, скажу, что это примерно 1p квадратная. Ну, все, а теперь смотрите, вот картинка такая, я хочу посчитать такую вероятность. Что для этого происходит? Давайте я рассмотрю все zp, занумерую их там. Значит, я беру два случайных различных числа отсюда, хочу понять, какой вероятностью они равны по модулю m. Ну, понятно, что такое равенство по модулю m. Вот если я нарисую где-нибудь u, то какие числа с ним сравнимы по модулю m? Это u плюс m, u плюс 2m, ну и так далее. И здесь u минус m, и так далее. Все, что не выходит за границы. Да, вот здесь вот через 0 не проходит. Вот. Ну, сколько их? Их примерно p делить на m. Потому что у меня есть точка. Если я, скажем, u фиксирую, я могу направо ходить на плюс m, налево ходить на минус m, по факту я рассматриваю все числа, сравнимые с u по модулю m. Их примерно p делить на m. Значит, при фиксированном u, при фиксированном u подходящих v примерно p делить на m. Ну, опять же, точно расписывать, наверное, не больше, чем верхняя целая часть p делить на m. Я так оставлю. Вот. Ну и поскольку у меня u случайно и v случайно, вот эта штука как раз будет одна mt. Ну, потому что если u фиксировано и v выбирается случайно среди всех p возможных реализаций, то вероятность этой v попасть в подходящее это вот это делить на p. потому что подходящих p делить на m вероятность попасть в конкретное это одна pt. Значит, вероятность для данного v быть подходящим это вот это делить на p. То есть как раз одна mt. Вот. Значит, здесь эта вероятность просто равна одной mt. Ну и все, получилось здесь одна pt плюс одна mt. Это все не больше, чем 2 делить на m. Значит, семейство универсальное, как и хотелось. Вот. Похоже? А почему еще раз узнает p? Вот здесь? Смотрите, для данного u подходящих v вот столько. Теперь, если вы u фиксируете, а v генерируете случайно среди всех p возможных реализаций, с какой вероятностью вы попадете вот в одно из этих чисел? Вот это делить на p. Потому что столько подходящих из всего p реализаций. Это делить на p это как раз одна mt. Вот. Значит, получается, что если у нас, ну, например, задача такая, что мне нужно хранить множество чисел, скажем, помещающихся в какой-нибудь int, тогда нужно взять достаточно большое простое число p, которое больше, чем все возможные потенциальные элементы, добавляемые в множество. Ну и вот реализовать такую вот хэш-функцию, вот эту вот h, и с ней все будет работать хорошо. Все будет работать за единичку в среднем амортизировано. Так, ну вроде все с этим. Теперь давайте перейдем к совершенному хэшированию. вот, и для этого мне нужна теорема, что ли. Тоже из теорвера. Значит, это парадокс с днём рождения. Наверняка многим знакомые. парадокс парадокс такой. Представьте, что у вас есть n случайных величин, давайте я их назову x1 и так далее, xn, случайные величины со значениями в zm. Со значениями в zm. Вот, ну величины там независимые, да, они вот генерируются независимо друг от друга. Тогда, значит, пункт первый. Значит, если m больше либо равно 1 в 2 n квадрат, то вероятность того, что произойдет коллизия маленькая. Вероятность того, что ну, есть коллизия, давайте так и напишу, есть коллизия не больше 1 в 2. Есть коллизия, то есть из вот этих вот n сгенерированных случайных величин хотя бы две одинаковые. То есть формально вот это значит, что существуют различные и и жи, такие, что x это равно x жи. вот. То есть если взять m, если взять размер образа, куда действуют все эти случайные величины, если взять m достаточно большим, то с хорошей вероятностью у вас не будет коллизии. То есть вероятность наличия коллизии будет не больше половины, значит, с дополнительной вероятностью хотя бы половина коллизий не будет. Ну и второй, наоборот, если у вас m маленькая, давайте скажем что-нибудь типа 1,5 n квадрата, то, наоборот, вероятность того, что коллизия есть, да, все правильно, вероятность того, что коллизия есть, будет, наоборот, хотя бы 1,2. Вот, и как раз вторая часть это парадокс дней рождения, что если вы возьмете n человек, а в году у вас всего m дней, где m не больше, чем 1,5 n квадрат, тогда с хорошей вероятностью у вас будет два человека с одинаковым днем рождения. На нормальных примерах, если у вас в классе 20 человек и в году 365 дней, и мы считаем, что даты рождения все независимые, случайные, распределенные во всем годе, то с вероятностью хотя бы 1,2 у вас там будут два человека с одним днем рождения. Ну, 22, ну, что-то такое, порядка 20. Да, то есть коллизия получается, когда m квадратично по n квадрату. Вот, если m квадратично по n квадрату, то для маленьких коэффициентов коллизии есть, для больших уже нет. Ну, опять же, с достаточно хорошей вероятностью. Вот. Значит, это в идеальном, опять-таки, это в идеальном мере, если x-ы были по-настоящему случайными и независимыми. Значит, на самом деле, если в качестве x-ов брать значение хэш-функции какой-нибудь, значит, тоже давайте, ну, не знаю, замечание, что ли, тоже без доказательства, что если вместо реальных x-ов брать значение хэш-функции в каких-то разных точках, то, по крайней мере, вот этот вот первый пункт будет так же верен. Значит, давайте запишем, что если вместо x1 и так далее, xn брать значение хэш-функции в каких-нибудь заранее заданных точках, ну, скажем, y1 и так далее, yn, где h опять-таки берется из универсального семейства хэш-функций. то, по крайней мере, первый пункт тоже выполняется. Вот. То есть достаточно требовать не полной независимости всех вот этих величин, а того, что они сгенерированы как результаты применения случайной хэш-функции, ну, в данном наборе точек, где эта хэш-функция взята из универсального семейства. Тогда, опять-таки, вероятность наличия коллизии будет не больше одной второй. Понятно, что записано? Сейчас, хороший ответ. Вот. Грубо говоря, что это значит? Это значит, что если вы считаете значение хэш-функции, вот этой вот хэш-функции из нашего универсального семейства, если вы считаете значение хэш-функции в n точках и хотите, чтобы не все были различными, тогда вам достаточно брать m вот такого порядка. Тогда с хорошей вероятностью у вас реально все значения будут различными. То есть, если ваша цель сгенерировать, выбрать h такую, что все вот эти значения попарно различны, все различные, то вам достаточно выбрать вот такое m в определении хэш-функции. И тогда с неплохой вероятностью вы победите. То есть, будут коллизии с маленькой вероятностью, не будет с вероятностью хотя бы 1,2. Вот в этом семействе, которое вы описали, там было простое число, оно должно быть порядком максимального из предполагаемых. Угу. Угу. Да. Ну, типа, если все там до 10 в 9, то p порядка 10 в 9. Если все до 10 в 18, то порядка 10 в 18. Вот. Хорошо. Значит, теперь на основе этого мы можем сделать совершенное хэширование. Совершенное хэширование немножко обрезанная задача по сравнению с полной, а именно задача следующая. У вас заранее известен набор ключей. Давайте скажем x1 и так далее, xn. Заранее известный набор ключей. Вот. Ну и дальше, значит, кажется, можно так обобщить, что у вас, во-первых, поступают запросы insert какой-то x, it, вот, и find произвольное y. Вот. То есть вам заранее сказали, какие потенциально ключи можно добавлять в вашу базу данных, в вашу таблицу. Добавлять могут только их, ничего не удаляют, хотя, в принципе, удалять тоже можно одни из них, но давайте без этого. Обычно это не реализуется. Значит, добавлять могут только их, а спрашивать про наличие могут чего угодно. Есть ли произвольный y в вашей таблице? Ну, например, откуда такое может быть? Ну, не знаю, у вас есть какие-нибудь участники, которые зарегистрировались на соревнования, и вы понимаете, что только они могут совершать какие-нибудь посылки в контест. Вот. Тогда как бы иксы это вот участники, вы знаете, что посылать будут только они, ну, и, соответственно, там инсерты, грубо говоря, кто-нибудь что-нибудь послал, и приходит там директор, спрашивает, а Вася Петров что-нибудь отправил или нет? Ну, что-нибудь такое. То есть, в принципе, ну, не совсем оторванная от реальности задача, такое бывает. Вот. Значит, что мы сделаем? Давайте мы, ну, сначала сделаем то же самое. Давайте сделаем хеш-таблицу типа с цепочками. Давайте возьмем m, равное n просто-напросто. Построим вот такой вот массив размера m и возьмем какую-нибудь внешнюю хеш-функцию, да, первую хеш-функцию hout, которая, ну, вот эти вот все иксы как-нибудь раскидает по этому массиву. Вот. Тогда там могут быть коллизии, даже более того, скорее всего, будут, потому что m у меня равно n. вот, ну, и там в какую-то ячейку может быть попало много чисел. Что делать? Давайте мы вместо того, чтобы делать цепочки, давайте мы здесь сделаем еще одну хеш-таблицу. Причем такую, в которой не будет коллизий вообще. А именно, пусть вот сюда попало цитое элементов. Попало цитое ключей. То есть, скажем, я сгенерировал случайную внешнюю хеш-функцию hout, посчитал ее значение во всех иксах, ну, и посчитал для каждого i сколько раз мы получили такое значение хеша. Пусть для конкретного i сюда попало цитое ключей. Тогда моя цель, смотрите, если я знаю, что здесь всего цитое ключей, и, скажем, цитое не очень большое, а мы можем ожидать, что цитое не очень большое, потому что мы, грубо говоря, равномерно размазали по этому массиву все элементы, вот. Тогда давайте сделаем просто следующее. Давайте мы заведем массив размера цитое в квадрате, точнее, хеш-таблицу на цитое в квадрате элементов, хеш-таблица на цитое в квадрате элементов, вот. И здесь внутри сгенерируем новую внутреннюю хеш-функцию h it, которая все те элементы, которые сюда попали, будет рассовывать по этой хеш-таблице без коллизий. Поскольку, если у меня всего в эту ячейку попало цитое ключей, то с хорошей вероятностью мы ссылаемся на теорему парадокса дня рождения, что с хорошей вероятностью, если у вас всего столько элементов, а размер таблицы такой, на то при равномерной генерации, ну, при случайной генерации универсальной хеш-функции у вас с хорошей вероятностью не будет коллизий. Вот. Но ровно это мы и хотим. То есть мы будем генерировать такую h i, чтобы не было коллизий. Все. И дальше, если мы такого добились, то есть если мы добились, что у меня, ну, там, все вот эти вот c-шки не очень большие, что h i ты внутренне распределяют без коллизий, тогда на все запросы отображать элементарно. Мы для каждого x сначала считаем его значение относительно внешней хеш-функции, понимаем, в какой внутренней хеш-таблице оно должно лежать, какой-то j. Затем смотрим просто на эту таблицу, ей ассоциирована какая-то хеш-функция hg, которую легко запоминать, там всего два числа надо хранить, a и b по модулю p. Вот. Ну и дальше в нее подставляем вот этот x и смотрим, есть он там или нет. Если нет, добавляем. То же самое с find. Нам мы сначала считаем внешнюю хеш-функцию, потом внутреннюю. Проверяем, есть она внутри или нет. А зачем квадрат? А чтобы с хорошей вероятностью не было коллизий. И все. А двойки не хватит. В смысле c? Не понял. У нас почему 2c1 не хватит? 2ci почему не хватит? Ну вот почему, например, потому что если у вас размер менее чем квадратичен, то у вас есть коллизия с большой вероятностью. И более того, чем меньше здесь константы, тем больше здесь вероятность. То есть тут именно как бы n квадрат это именно прям ну грубо говоря точная граница. что если больше, то коллизий нет, если меньше, то коллизий есть. А мы хотим прям полностью без коллизий. Поэтому нам квадратом с квадратом придется работать. Она оттуда же. У нас все функции из одного и того же универсального семейства хеш-функций. Итак, значит, смотрите. Да. Я сейчас все пропишу. Значит, смотрите, что мы делаем? Сначала инициализация. Значит, ну у меня есть какое-то там универсальное семейство хеш-функций. Да, универсальное семейство хеш-функций. Пусть так будет написано. Значит, первое, что я делаю, это я хочу сгенерировать внешнюю hout так, чтобы сумма цитой квадратов была не очень большая. Потому что, ну если цитой квадрат был очень большой, то мне нужна квадратичная память. Это прям совсем от ас. Мы такого не хотим. Значит, давайте делать следующее. Генерируем случайную hout. Для нее считаем размеры всех ячеек, всех корзиночек. Значит, вычисляем цитая, ну это количество, значит, мощность множества тех хсов, таких, что hout равно i. Ну это формально, а по смыслу мы для каждой ячейки запоминаем, сколько ключей туда попало. А для каждого i считаем, сколько хсов имеет такой хеш. Дальше, если сумма квадратов ци больше, чем 4n, то перегонируем и начинаем заново. Иначе мы говорим, что hout хорошее. Иначе фиксируем hout. Вот. То есть, грубо говоря, пока не получится, давайте просто генерить новые хеш-функции. Вот мы взяли один раз hout, посчитали сумму квадратов ци. Если это слишком много, ну давайте, много 4n. Вот если больше, чем 4n, все, говорим, что это плохая хеш-функция, она слишком много, слишком многими обладает коллизиями, давайте генерировать заново. Вот я утверждаю, что если мы такое условие напишем, то очень быстро мы победим. Значит, можно показать, что среднее количество шагов для генерации правильной hout будет двойка. То есть у вас, если вы взяли случайную hout, то это событие происходит с вероятностью всего лишь 1,2, опять-таки. Ну и значит с вероятностью 1,2 мы побеждаем на каждом шаге. В среднем будет как раз двойка шагов в среднем. Вот. Значит, так или иначе, мы просто генерируем много раз hout до тех пор, пока не получится, что сумма цвета квадрата меньше, чем 4n. Значит, теперь у нас получается верно вот такое, что сумма цвета квадрата не больше, чем 4n. А значит, у нас как бы есть возможность для каждого и завести х таблицу размера c и квадрат. Потому что суммарный размер будет линейным, да, и нам, нас линейная память устраивает. То есть мы это делали, потому что мы не хотели квадратичную память, ну или там, что-то большое. а линейной нам хватит. Вот. Ну тогда, значит, разбиваем, да, значит, ну разбиваем все x на группы по равному значению hout, по значению hout от x. Вот. Значит, внутри этой группы нам нужна новая х таблица, которая имеет квадратичный размер. Значит, генерируем х таблицу размера c и т в квадрате. без коллизий. Давайте вот здесь напишем без коллизий. Как добиться того, чтобы она была без коллизий? Опять, давайте брать просто случайную h и встроить явным образом х таблицу, проверять, нет ли там коллизий. По теореме с хорошей вероятностью коллизий не будет, потому что у меня размер достаточно большой, размер квадратичен по количеству элементов, с хорошей вероятностью коллизий вообще не будет. То есть, если я возьму случайную h и т, то она с хорошей вероятностью не будет обладать коллизиями. Если нам не повезло и мы взяли плохую h и т, давайте перегенерируем. То есть, здесь опять то же самое, что пока у меня есть коллизии, то есть, пока вот в конкретной и таблице, пока есть коллизии, я беру новую h и. Так много-много раз, пока не найду ту h и, на которой нет коллизий. То есть, генерируем h и пока не получится. h и пока не получится. Вот. Это нам не даст никакой победы. То есть, грубо говоря, если мы ограничим количество какой-то константой, то, я не уверен, но возможно тогда вместо квадрата нужно будет там типа, ну вот здесь какой-нибудь корень писать. короче, это не даст выигрыша никакого. Да, то есть, так можно было бы делать, но, но не нужно. То есть, это ничем не будет лучше, потому что у нас и так, смотрите, у меня и так линейная память суммарно, у меня память вот такая, то есть 4n максимум. У меня время построения будет линейное, потому что, ну что, значит, я сначала несколько раз сделал вот это, я тоже что-то в среднем там два раза надо сделать, это за линию делается. Потом внутри каждой группы, внутри для каждого и, я опять много раз генерирую, пока не получится без коллизий. Ну суммарно вот уже опять будет за линейное время. Больше оптимизировать некуда. Вот, значит, тогда ответ на запрос будет за чистую единицу. Ответ на каждый запрос за чистое у от n, у от одного, извините. Потому что, как ответить на запрос? Мне нужно сначала пришедший элемент, к пришедшему элементу применить внешнюю хэш-функцию hout, сначала понять, в какую из внутренних хэш-таблиц она попала, а дальше внутри посчитать h, это и от x, и понять, в каком элементе она лежит. И поскольку у меня в этой таблице уже нет коллизий, то там все понятно, либо элемент есть, либо элемента нет, он только там, да, и мне не нужно ничего просматривать. Мне по факту нужно два раза посчитать хэш-функцию, внешнюю, а потом внутреннюю, и понять, есть элемент или нет. То есть мне не нужно пробегаться по списку, у меня чисто единицы. Значит, итог. Мы за O от N в среднем построили построили структуру размера O от N, которая отвечает на все запросы, потом уже за от единицы чистая, которая умеет отвечать на запросы за от единицы. Ну, можно добавить, на самом деле, то есть если эрэйзы тоже только с x-ами происходят, то почему бы нет? Вот, но повторю, обычно типа этого не происходит, но добавить можно, от этого ничего не поменяется. А зачем тогда деревья поиска нужны, если все так круто и рано? Это хороший вопрос, но вот на самом деле, если вам нужен порядок в каком-то смысле, то надо. Грубо говоря, если вам там надо, кроме всех обычных операций, узнавать, там, если вы в контесте что-нибудь сдавали, там бывает задача типа определите количество чисел не больших, чем x. В дереве поиска делается на халяву, просто спускаетесь и понимаете, сколько элементов слева у вас было. А здесь, чтобы в хеш-таблице что-то сделать, в хеш-таблице порядок элементов на u вообще полностью перемешивает. Она абсолютно, ну, грубо говоря, случайно их все перемешивает. Тогда, чтобы понять, сколько элементов не больше, чем x, в хеш-таблице это непонятно, как сделать. То есть, лучшее, что можно, это все элементы явным образом перебрать, а это линия. То есть, если хоть что-то, кроме вот обычных операций, find, race, если хоть что-то есть связанное с порядком элементов, тогда, тогда вот дерево поиска выигрывает. Так, хорошо. Вы имеете в виду, типа, завести вот массив для каждого икса свой? Ну, тогда непонятно, ну, вот это я так хорошо сказал, find x-т, на самом деле просто x, insert x, мне не говорят его номер в этом порядке. Это важное замечание. Мне не говорят номер элемента вот в этом его порядке. Мне говорят просто там, какой-то Вася Петров, мне не говорят, что Вася Петров имеет там номер 148 в каком-то списке. Мне просто говорят Вася Петров. Да, и, соответственно, этот x, я не знаю, где он здесь лежит. Ну, а, собственно, это вопрос локализации, мы такого делать не умеем, если у нас нет порядка на них. Вот, хорошо, значит, это все хорошо в теории, что это значит, заработать за линию предпочета и за единицу на запрос чистый, прям супер, но константа тут, ну, такая толстенькая, потому что у меня много маленьких векторов, с памятью там не очень хорошо. что-то происходит. Ну, в смысле, с кэшом, с константой там. То есть, теоретически это хорошо, но константа тут большая, на самом деле. Вот, значит, как я понимаю, самый, самый популярный способ реализации хэштаблицы это следующий. Значит, это хэштаблицы с открытой адресацией. Хэштаблицы с открытой адресацией. Ну, давай сделаем следующее. Опять, мы заведем массив длины m, но теперь у меня в каждой ячейке будет не односвязный список, а просто число, ну, просто элемент лежать. То есть, либо элемент, либо ничего. Тогда, значит, опять, вот пришел какой-то x, я посчитал у него h от x, положил x в эту ячейку. Пришел какой-то y, я посчитал h от y, положил y сюда. Пришел какой-то z, я положил его сюда. Значит, да, мы помним, что проблема в том случае, когда возникают коллизии. Давайте коллизии будем решать следующим образом. Не цепочками, а так. Вот представьте, пришел какой-нибудь t, у которого h от t равно h от x. То есть, грубо говоря, t хочет встать вот сюда. Но тут занято. Значит, давайте тогда вместо этого мы просто пойдем направо и найдем первую свободную ячейку. Вот такая вристика. То есть, я просто вижу, что, ага, тут занято. Ну, ничего не поделаешь, давай попробуем сюда. Тут занято. Пробуем сюда. Тут занято, здесь свободно, сюда ставим t и заканчиваемся. Все. Весь алгоритм. Значит, ну, там, давайте скажем, insert t. Да, я сначала вычисляю, ну, давайте, g равно h от t. Нет, не хочу, давайте просто я вычисляю h от t. Затем для каждого i давайте я определю run it. Это htt плюс i. Да, для i там 0, 1, 2 и так далее. Run it от t. Вот. То есть run это последовательность ячейок, в которой я смотрю одну за другой. Run нулевое от t это просто h от t, куда я хочу попасть в самом начале. Run первое это следующая ячейка, run второе здесь, run четвертое здесь и так далее. Значит, я просто иду по списку вот этих значений, ну, то есть, грубо говоря, я посчитал h от t и добавляю по единичке каждый раз. Когда нахожу свободную ячейку, туда и кладу t. Кладу t в первую свободную ячейку. в первую свободную ячейку. Вот. Значит, так работает insert. Find абсолютно аналогично. Если приходит find какой-то t, то же самое. Я считаю h от t, значит, мы понимаем, что если t где-то и лежит, то либо в точке h от t, либо h от t плюс 1, либо h от t и так далее, до первой дырки. То есть, грубо говоря, вот если у меня есть там какой-то блок заполненных элементов, начиная с h от t, а вот здесь дырка, тут пусто, тогда t, если где-то и присутствует, то где-то на этом отрезке. Ну, там, скажем, вот где-то здесь оно должно быть. Потому что, если я дошел до дырки и t не встретил, значит, t, ну, не могло раньше прийти, потому что, если оно пришло раньше, то оно прошло весь этот путь, ну, и закончилось до дырки. Значит, 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 t просто нет. Значит, аналогично. Ау? Вот, это правильный вопрос, но чуть позже. Аналогично. Идем до свободного места. А рамы используют рамы, тем не менее, мы их ханируем? Нет, ну, это скорее описание вот процедуры, как мы ищем t. А, а мы можем его, например, хранить и знать, насколько нам пересхакивать. Ну, на самом деле, хранить его не особенно есть смысл. Я обобщил, ну, то есть, я написал так, потому что можно другие раны использовать. Вот, чуть позже я скажу другие раны, но это просто, это просто тупой линейный проход, да? У меня ран it, это it ячейка после h от t. Это я просто формально написал. На самом деле, можно просто считать, что иду слева направо, начиная с h от t. вот. Хорошо. Значит, ну, тогда, казалось бы, все идеально. Значит, здесь очень хорошо все с кэшом, все с памятью, потому что у меня нет вот этих вот перескакиваний в памяти, в отличие от хэш-таблицы со списками, когда я там прыгаю очень сильно по памяти, да, я сначала посчитал хэш, прыгнул сюда, потом еще по таблице пошел по списку, прошел по списку, и сам список это указатели, которые тоже, бог пойми, где в памяти лежат. Там с памятью все очень плохо, константа очень большая, потому что мне нужно много прыгать по памяти. А здесь у меня все изменения очень локальные. Если я один раз посчитал хэш, то дальше мне нужно пройти просто слева направо, вот во все эти ячейки посмотреть. Ну, память, доступ к памяти так работает, что если вы как бы сюда смотрите, то следующие элементы у вас, ну, у вас близко, вам не нужно далеко все эти данные близко, да, и до них дойти можно быстро, константа сильно меньше для вот этого перехода. Поэтому здесь, как бы, как это называется-то? Ну, короче, на практике здесь константы сильно лучше, работают сильно быстрее, чем цепочка. Вот, ну, что же делать с эрейзом? Что же делать с эрейзом? Значит, тут уже не сработает такая идея, что давайте просто встанем сюда, найдем значение t и его отсюда удалим, пол просто удалим из таблицы. Да, потому что, например, представьте себе, у вас такая картинка. Значит, у вас был x, y, z, пусть у них, например, у всех одинаковый хэш, h от x равно h от y равно h от z, вот, аж вы их вот так вставили в таком порядке, потом вызвали, например, эрейз y. Если вы просто сотрете этот y и скажете, что эта клетка пустая, то вы теперь z не сможете найти, у вас z как бы нету, потому что, чтобы найти z, вы встаетесь сюда и идете до первой дырки, а дырку у вас вот сразу же вы z не найдете. Поэтому просто так затирать нельзя. Вместо этого давайте мы оставим здесь лежать y, просто пометим, ну или там, неважно, короче, мы пометим, что этот элемент удален. Мы явно не будем его удалять из таблицы, мы просто пометим, ну там, буллицкий флаг какой-то на него повесим, скажем, что этот человек удален. Удален. Значит, это называется tombstone, типа могильный камень. Все, он от нас ушел, мы пометили, что его там нету. Мы его удалили, но как бы не удалили, мы пометили, что он удален, скорее так. И тогда у нас такой проблемы уже не будет, что когда я пытаюсь найти z, я точно так же делаю, я встаю сюда, здесь не z, встаю сюда, это не дырка, tombstone не считается дыркой, я говорю, что окей, его тут пока нет, иду дальше. И потом до него дошел. Вот. Поэтому как бы find работает так же корректно. Единственное, что нужно подправить, это insert. Нужно сделать следующее. Нужно сделать так, что insert может вставлять на место tombstone. То есть, если он идет слева направо и нашел не дырку, а элемент, который удален, тогда можно на его место что-то поставить. Ну, потому что как раз, да, удаленность, удалять элементы нельзя, потому что мы нарушим связанность вот этого блока. А на его место ставить что-то другое можно. То есть, если у меня здесь был tombstone, а я сюда хочу что-то положить, какой-нибудь t, то я просто говорю, что здесь t, и снимаю метку удаленности. Давайте запишем. Можно класть во время insert новые элементы на место удаленных. Точно так же я иду слева направо, жду либо дырки, либо tombstone. И в том и в другом случае я на это место кладу элемент, который я хочу добавить. Так. Ну вот теперь все. Давайте я только здесь еще формализую, что здесь я беру все это по модулю m, потому что если вдруг так вышло, что у вас h от x это последний элемент, и вы хотите взять следующий, то вам надо, чтобы следующий был. Поэтому я как бы массив зацикливаю и говорю, что следующий это первый. Следующий за последним это первый. Но это тонкость. Вот. Значит, это реализация хеш-таблицы с открытой адресацией. Это называется линейное пробирование. Вот такие раны это линейное пробирование. Линейное пробирование. То есть, когда для определения места положения х я просто иду слева направо, прибавляя единичку каждый раз. Значит, есть другие альтернативные реализации, есть квадратичное пробирование. Это когда у вас run it out t это h плюс и квадрат. Но опять-таки по модулю m. Вот. И еще более крутая реализация называется двойное хеширование. это когда у вас run it out t это h первое плюс и h второе. То есть, у вас есть две хеш-функции. Первая ячейка, в которую вы встаете, это h1, а дальше вы идете линейно с шагом h2. Не с шагом 1, а с шагом h2, которая тоже хеш-функция, которую вы заранее фиксировали случайно. Двойное хеширование или пробирование? Еще раз. Двойное хеширование или все-таки двойное хеширование? Вроде хеширование. Вроде хеширование называется. А пробирование это вообще не пробирование? Не важно. Ну это по-моему это называется так. Ну типа пробирование это типа какие элементы мы пробуем на то, чтобы вставить x, а здесь двойное пробирование как-то странно. Мы не два раза... Ну кажется, что так называется. Неважно. Вот. Значит, в чем смысл, в чем выигрыш квадратичного и двойного? Ну, например, смотрите, вот, если так вышло, что у меня образовался какой-то большой блок чисел, который заполнен там x, y, z, t, u и так далее. Вот. Ну, наверное, у них как бы, ну, хоть хэши у них и близкие, но, наверное, различные. Например, здесь было какой-нибудь h от x, здесь было какой-нибудь h от t, да, то есть сначала попробовал сюда, потом добавил сюда. То есть у них хэши близкие, но различные. Если вот у вас начало, если у вас начало различное, и вы будете идти не линейным просто проходом слева направо, тогда они обязательно склеиваются, потому что они близкие, вы просто вот так вот идете, и они склеиваются. А если вы будете прыгать как-то более нетривиально, скажем, вот так квадратично или с шагом, равным другой хэш-функции от элемента, тогда у вас скорее всего вот эти раны будут как бы менее пересекаться. То есть у вас сейчас прикол в том, что когда вы начинаете здесь и идете слева направо, и вот здесь идете слева направо, у вас раны склеились, да, у вас вот эти все элементы, и вот это одно и то же. А если бы вы начали здесь и здесь, и шли бы с другими бы последовательностями, плюс один, плюс один, плюс один, а плюс h2 зависит еще от x, тогда у вас они как бы ну разойдутся. Этот бы сразу перешел сюда, этот вот туда вот. Они были бы различные. Ну нет, смотрите, потому что вот если раны определять именно как вот там, то у нас ничего не пропустится. Там опять будет верно то же самое, что, ну то есть представьте, что вот здесь вместо того, чтобы идти слева направо, я иду там, ну по квадратам, например, не плюс один, плюс один, плюс один, а плюс один, плюс четыре, плюс девять и так далее. Тогда ничего не, вот тогда его тоже ничего не пропустится. Ну с инсертами все будет нормально, а с эрейзами, смотрите, если у меня, если я когда добавил x, то есть вот, вот если я когда-то куда-то вставил x, это значит, я сначала посчитал h от x, потом вот по этому рану до него дошел. Но если я хочу теперь сделать эрейз x, то я встаю сюда, иду по тому же рану, я его не упущу никогда. Поэтому как именно я реализовываю ран, это не важно. То есть если элемент когда-то вставил, то найти его я смогу по тому же рану, просто по следовательности ячеек, которая я переварю, та же. Не важно, как именно она устроена. И считается, что так мы с высокой вероятностью быстрее дойдем? Да, да, значит, вот есть теорема. Ну, не знаю, наверное, в следующий раз формализую, но, грубо говоря, давайте напишу формулировку, что если, значит, первое, при линейном пробировании вам нужно, чтобы семейство хэш-функций было 5 независимое, ну, видимо, в следующий раз уже дадим определение, но, грубо говоря, это более сильное требование. Если семейство хэш-функций 5 независимое, тогда у вас, опять-таки, будет, ну, учетная единичка на запрос. А если вы берете двойное хэширование, тогда вам достаточно 2 независимых семейств. И тоже будет единичка. Вот. То есть двойное, двойное типа лучше. Вот в следующий раз я доформализую, но мораль именно такая, что если вы вместо линейного пробирования будете использовать двойное хэширование, то будет приятнее и быстрее. А про графичное ничего не понятно. Там ничего не понятно. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ